Добрый день! Вы на канале Бла-Бла Фьюзинг. Меня зовут Анна. Я делаю украшения из стекла. И сегодня я буду показывать, как я режу, нарезаю вот такой браслет из цветного стекла. Для этого нам понадобится, прежде всего, вот такое прозрачное, я беру специально тонкое стекло, чтобы браслет был легче. Это идет, стекло прозрачно идет на подложку, то есть это нижняя часть этого браслета, которая внизу. Вот. И из этого стекла мы нарезаем необходимого размера кусочки для каждого звена. Кусочки размером, получается, 2,4 мм на 2,8 мм. Для этого нам понадобится стеклорез для стекла специальный. Не только в смысле для стекла специальный, а именно для фигурной резки, называется. Вот этот стеклорез для фигурной резки. Отмечаем необходимые размеры. То есть, это кусочки, как я вам сказала, 2,8 мм на 2,4 мм. Рисуем, делаем все отметки на стекле обычным маркером. Он, следы эти, можно совершенно с ними ничего не делать, они никуда не стираются, они в печке полностью, все следы от маркера полностью сгорают в печке. Простыми движениями от себя стеклорез. Просто проводим. Никаких усилий для этого не требуется. Проводим стеклорезом. В данном случае это получается вот такая разметка. И вот такой штукой, это называется ломатель. У него здесь специальная такая сделана прогиб, для того, чтобы немножко согнуть стекло. Вот мы такой отрезали кусочек, дальше дорежем тут необходимые резы. В принципе, вот оно тонкое, его можно вот так отломать легко. Один кусочек, получается, мы убираем. Так, у меня в печи, как бы сказать, поставлен такой режим, что стекло не очень сильно отекает. Оно еще сохраняет в процессе свои, после свои какие-то вот изгибы. Поэтому мне приходится вот эти кусочки немножко, чтобы они более округлые были, немножко уголки им прищипывать. То есть у каждого вот этого прямоугольничка я отщипываю уголки. Если я их не отщипну, он будет такой более прямоугольный, более графичный такой. А так он будет такой округленький, вот как здесь полностью, увы. Ну, мне нравится просто, чтобы они были более округлые, поэтому я делаю так. В принципе, можно изменить режимы в печке. И тогда прям вообще любой прямоугольник будет стремиться к кругу. Это каждый мастер определяет для себя сам, как ему нравится. Вообще, когда ломаешь стекло, вот это, кстати, я не показала тоже, это другой ломатель, это кусачки. Он прям откусывает кусочек, любой можно вот так взять и откусить. Вообще, конечно, тут может, вот этот мешочек получается туда осколки летят, но вообще могут, конечно, осколки полететь в любую сторону. В данном случае нужно одевать очки на... Ну, я использую свои оптические, как защитные. В принципе, знаете, за всю мою практику уже почти 10 лет был такой один раз, что мне пыталось что-то в глаз полететь. Но я в лавочках. Так, вот, значит, вот эти осколки у нас тут везде на столе. Просто их так сдвигаем. Как говорится, стекло я уже давно не боюсь, никаких порезов и царапин. Совершенно не страшно и не смеркельно. Вот. И вот такие прямоугольнички получились. Просто раскладываем их. Следующий этап. Нам необходимо сюда положить специальную штуку такую. Это вот такая вот похожая на стекловату штука, которая как раз в печи не сгорает. И она нам необходима для того, чтобы сделать в этих деталях браслета сквозные отверстия, через которые мы будем потом надевать туда гелевую резинку, и это все будет держаться на гелевой резинке, и нам будет отверстие. Эта штука не сгорает. Она такая, сколько, миллиметра три. Просто нарезаю вот такие кусочки, полосочки вернее, по количеству три, четыре, пять, шесть, семь. Она получится вот такая где-то три на три миллиметра. Это тоже много. Я разделяю их еще получается пополам. И эти полосочки мы выкладываем на эти стекла, просто прихватив их слегка прозрачным клеем, кристалл. Ну, для того, чтобы они просто не сдвинулись, и для того, чтобы потом это было удобно сложить в печку. Просто прихватываем их, кладем их вот на то место, где мы хотим получить отверстие. Вот. Просто вот я их прихватила, вот так положила. Получается, вот эта вот деталь у нас. Соответственно, вот так вот будет через них продета резинка. Так. Это нам уже не понадобится. Так. Я хочу, значит, сделать такой браслет. Что-то такое в шоколадных в цветах. Для этого нам понадобится вот это вот новое стекло, которое я недавно получила. Офигенно. Просто обалденно. Вообще. Супер. Вот такой коричневый оттенок тоже интересный. И вот тоже из новых стекол. Более глубокий, такой оранжево-коричневый цвет. И вот такой вот цвет получается. Он называется шоколад. Он немножко сейчас такой более серый, а после спекания он будет таким более коричневым, более похожим на шоколад. Итак, для этого, для того, чтобы нам уже делать творческий процесс, мы нарезаем чуть больше кусочки для браслета, чуть больше, чем вот эта основа. Получается, что можно полосочки взять, то есть нужно соблюдать длину. Я просто нарезаю вот такие полосочки совершенно разной ширины, потому что у нас такой браслет будет из такой сборки разных, как бы, я их называю заборки. Раз. И вот эта полосочка полосится еще в деле. Так, вот я нарезаю вот необходимые нам кусочки. Можно, в принципе, не отмечать, просто от руки произвольную ширину набрать. Так, так, так. Светлый коричневый тоже возьму. Конструкция позволяет сделать это без определения именно в данного браслета сама модель или даже, скажем, сам дизайн. Так, надо более узенькую добавить. И здесь тоже. Так, ну вот эти вот, получается, полоски, они у нас идут на основные, как бы, цвета. И нужно что-то для того, чтобы этот он более был свежим, не таким темным. Для этого возьмем еще вот такое вот молочно-топлененькое. Один из оттенков слоновой кости. Так, он у нас пойдет на основу, поэтому полоски сделаем пошире. Вот такие кусочки у нас получились совершенно разной ширины. И сейчас по длине, по высоте, то есть этого браслета, я их просто нарежу вот необходимое количество по вот такой размерчик. Лишнее убираю. Вот у нас такие получились кусочки. Дальше я делаю все то же самое, такой же длины, одинаковые. Так, длина, длина. Так, дальше. Еще один цвет. В самой езке, то есть, если я делаю, то есть, ничего серьезного, сложного. Ну, смысла, ничего трудного там нету, достаточно. Просто это, как будто бы, подавлюсь по секунду. Держи. Так, еще, спасибо, не задействовала, что я делаю. И вот, получается, вот на этот кусочек я складываю их просто вот как, чтобы они просто вошли сюда по ширине. Так, вот такой. Вот так вот. Если, конечно, тут что-то видно, то есть я сложила просто их вот так кусочки, вот уже на сверху, на вот эти стекловату, и вот так вот все кусочки. Немножко вот эти крайние, которые получаются углы, я их тоже чуть-чуть прикусываю. Так, дальше. Может быть, сюда еще вот так беленькие. Так, на следующий выложим вот так вот. Так, 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 коричневое. И что-то тоненькое. Так, тоже прикусываем так же. И как нам нравится, мы их все складываем. Ну, чтобы они все тупо не были одинаковыми, наоборот. Чтобы они были все разные. Так, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. каждый кусочек получается будет у нас так тоньше опеки вот так так как еще больше нужно вот этих шоколадных сделать сюда черно-белый шоколад так стеклорезик и вот мы их так накусываем так вот еще маленькие узкие и вот такой еще широкий сделать хочется еще что-то освежить нет надо еще светленького добавить много так так дальше тоже шоколадники белый 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 и вот такой тоже сюда коричневого так мне больше нравится вот это самый интересный вообще творческий момент он совершенно непредсказуем за что я люблю фильм за его волшебную непредсказуемость там еленьки за то что можно делать всегда не одинаково я вообще не ненавижу когда что-то делаешь одно и то же всегда должно быть какой-то вот неожиданный момент какой-то креатив креатив так так вот это еще что-то много так так какой-то какой-то полюбить туда поля и и и и и и и и о о прямо вообще то что доктор почта есть у меня еще вот такие как бы бусинки какие то специально делаю нарезать чтобы они уже были такие округленькие есть такие коричневые тоже белые разные и можно их тоже сюда маленьких маленьких шариков они не круглые они все они как бусины они все равно такие плосковатые то есть у них есть некая такая нижняя плоскость так и вот мы сейчас сюда куда нибудь разложим как капельки вот такие штуки у нас получились это у нас уже практически готовый браслет осталось его только запечь иду складывать в печь процесс пик пикания занимает очень достаточно продолжительное время непосредственно фьюзинг происходит несколько минут но для того чтобы стекло впоследствии не сломалась не разломилась не между кусочки с собой полностью нет ни лопнули не треснули и прочее прочее для этого необходимо чтобы стекло долго долго медленно нагревалась потом идет процесс фьюзинга то есть всего слияния всех деталей и потом долго 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 остывала остывать оно должно вообще очень долго и того где-то вообще полностью весь процесс занимает около 15 16 часов то есть вот если я сейчас вот этот браслей буду спекать то показать то что получилось практически от могу только а пока ставьте лайки пишите вопросы комментарии тем как